Значит, Серега купил себе новую тачку, всем привет! Сегодня будем ее смотреть, вон он где-то на фоне меня едет Новинка советского автомобилестроения Великолепная маневренность, уверенное чувство дороги ВАЗ-2101 Просто красавчик на стиле, все там, я уже посидел в ней маленько, зонтик Сумку спрятал к себе, жучок, кофта, все под стиль получается Нормально, Серега, рассказывай, как ты вообще докатился до такого автопрома? Почему сразу докатился? Доехал, как ты до него? У тебя сейчас две машины? Да Сейчас уже во дворе косо смотрят, да? Когда я в одну сажусь, тут же меня и уезжают на дорогой Да, мне это знакомо Хотел, значит, Серега какую-нибудь тачку интересную купить Смотрел и ЦЛК, и Краун, и еще Бэхи старые В основном, кстати, Бэх много, он старых посмотрел 28-ая еда уже была 34-ая, само собой Великолепная пятерка и вратарь 32-ая Я все хотел 32-ую на Б-12 Как вы думаете, куда мы торопимся? Подсказочка есть? Моя панечка Семенка стоит Ну, как бы вот Раз, два, три, четыре, пять Дважды Ну, как бы Марка надо брать, я считаю Надо брать Марка Да, ну и скрывайте Ну, не судьба, да, получается? Что-то не ёпну Кстати, ты не сказал, что я смотрел еще более самую старую машину Это 1972 год, ГАЗ-24 Волга, это действительно машина для кайфа А, да, Волгарь Серега мне скидывал, да, смотрел Но в итоге я остановился на этом Расскажи, что как, что почем И почему именно она, что в ней здесь привлекло? В первую очередь состояние для ее возраста Это машина 1976 года 44 года на минуточку Она жива для своих лет Конечно, косячки не имеются Их мало для этого возраста В относительно с исхождением в машине Согласен, да Есть всего один крашеный элемент То есть все фототеки, здесь все четко, да, нормально По страховой не отрабатывали, да Это самое интересное, у машины поменялся номер кузова Теоретически сейчас все, что было до Не должно никак биться Тогда ты стоял на учет? И они набили где-то номер кузова? Нет, сейчас расскажу В общем, Серега купил ее Он уже поставил на учет ее Первым делом, между прочим Да, не то, что некоторые Значит, у нас, напомню, что 54 регион здесь, Новосибирск Но Серега прописан на Кузбассе Ему выдали номер, то есть у нас 142-й Не правильно Не правильно? Не выдали Вы дали номер, просто циферки и буковки, а не физический номер Слушай, она что, раньше была такая, да? Вот это тоже история о том, что это стоило Истинные ценители копеек должны рассказать, что это Слушай, ну, ну, что это какой-то якобы грунт Или что-то, какая-то подложка красная, вот этот цвет Слушай, ну, мне кажется, это... Мне кажется, она была красная, реально То есть, ну, либо ее украсили конкретно, да? Все, с разбором подкапотки, да? Либо еще что-то, ну, не знаю, я думаю Да какая уже разница, что было за 44 года? Кто-нибудь подскажет, да? Фильтр воздушный, сухой Все четко Короче, в ГАИшнике тебе дали только 40, да? Ты хочешь сказать? А эту, сами железки ты получил, да? В конторе Да В частной, да? Да Ну, все, ну, в общем, суть такая, что сейчас 154 номера ему бы не дали Потому что прописка кузбасская Резина, кама, все как положено, да? Зеркала, значит, хром Здесь хром Форточка Открывается, все как положено Давай пока смотрим, я буду это Пробовать понять, какой элемент крашеный Какой нет Давай Багажник Все как положено Вообще, запасочка на резинке Накачанная бензобака Вот, тут же та же история Видишь, везде подложка красная Или не подложка Вот это крыло крашеное, да? Это очень видно С первого раза я определил Да Нафига себе Ну, здесь треснуто Так, ну что, заглянем под нища, что ли? Заглядывается Ты не профит? Мне бояться нечего Советский легковой автомобиль Lada Знают во многих странах Он пользуется большой популярностью Не бояться нечего На мировом рынке Это буквы, напоминающие старинную волжскую ладью Символ крупнейшего в Европе гиганта автомобилестроения Сейчас буду говорить Зверь и зазор ушел Это просто она не прикрыта до конца должна быть Вот этот и этот звук, да? Да это не надо хлопать А все нежно закрывается Вообще идеально Опа Рулек вообще просто Вот палец И вот руль Практически все в оригинале То есть минимум колхоза Вот какая-то колонка, Серега говорит, заколхожена Тросик примерно как с BMW Ну что, прокатимся? Давай, заводи Машина всего лишь пару дней у меня Так что это все, что так досталось Машину сейчас ждет как минимум глубокое классическое ТО после покупки И ремонтные работы на подъемничке Нужно заменить всем маленькие косячки Отмыть двигатель Потому что внизу, если Рома там снимал внимательно Там будет все закидано грязью вековой Это состояние, как говорится, ДО Принято, принято Ничего не дымит, не жрет масло там Здесь есть радиаторы, здесь прокатки поддона есть Ну-ка, что здесь, последний? Надо тут еще справочку сделать, что-нибудь Смотри, какую-то на передвижение, а? Нет, что-нибудь Машины никак не будет, там никакой не боевой классики Не будет никаких издевательств на дне Ты прям нежно-нежно с ней, да? Конечно, да Ты не топал, ни разу на ней прям? Чтобы понять, что она Я топать на такой машине Мне подробнее будем стрелку положить? Нет Все понятно Сто шестьдесят положим, да? Опа Так, вот инспектора у нас Как бы без выходных работают, если что, в Новосибирске Так что все, страховочка, все ездил у нас Да Нет, серьезно Пять минут спустя Офигеть! За что нас, блин? Блин, я пристегнутый Че там? Статья пятая Секундочку Я сейчас не водитель, можно ничего не бояться Пускай мне на нас сидеть Если что, ты меня не знаешь А, у него еще в портфеле дудоки Так, ладно, все Блин, надо было Сереге петличку повесить Да, говорили, что что-то со светом было проблем Не стал работать Я проверил, все хорошо Может быть, на кочечке что-то было Заморгал свет, да? Ну, говорит, что-то вырыгнул его Да там, конечно, колея такая, пипец вообще Че ты с инспектором, говоришь, пообщался? Я у него спросил Разрешается ли на этот автомобиль Ставить новые квадратные номера Свежего образца Он и говорит, что нельзя Нельзя? Да, хотя я говорил, что раньше Изначально этот автомобиль придумывался Под квадратные номера У нас же в Советском Союзе Вот эти вот темные, черные номера У тебя фары, кстати, не горят То есть, в машину у меня третий день И я потихонечку, чуть-чуть выезжаю Вечерком приезжаю Потому что много ездить нельзя пока что Записи, на девушку, чтобы все сделать Пока что эта машина мне рада Хорошая была советарец Реально такого Я никогда не ездил в этой машине У меня не было классики И хочется почувствовать эту старую По сути, машину Это одна из легендарных машин По сути, в Советском СССР Которая у всех практически была Это потом с какой радостью сядешься на курсы Ты чувствуешь, как легко все-таки ездить на новых иномарках Шевроле Круз вообще космос, да, по сравнению с Копейка? Да, даже на 18-шках он кажется мягким Не таким жестким, в чем-то не валким Ну что, Серега, значит, какие планы? Можно ее в Яндекс.Такси запустить? Желтая же, Яндекс.Такси желтая, да? Да Доставка еды Доставка, не, ну я, доставка это одно Яндекс.Такси, да, можно запустить? Ретро.Такси Ну, ну, первое, просто Или что вообще будешь делать? Снимать ретро-блок будешь? Почему бы и нет? Контента куча Руки есть Оператор тоже имеется Буду все в одном Ну, я не знаю, что сказать впечатление Ну, машина едет И вообще нормально Как обычно Едем, да, едем Там механики плавные Шумные Ну, это и Шумки-то тут и нет Пластик мягенький Как все ребята Пластик мягкий В принципе, ничего и не скрипит Таковое Да, особо ничего не раздолбано Никакого трешака нету Ну, вот, типа, едем И едем на машине Попинаемся в 76-й год Может, кто на копейки В те времена ездил Сейчас поностальгирует За все эти звуки, да Все равно это же как Остается Тем более, тачка хорошо так сохранилась Где? Продолжать эту эстафету Хорошего владения этим автомобилем Да, что, будешь, короче, колхоз убирать Заводское все ставить, да? Переделывать Все, что есть По ценникам еще не сильно кусается Да, я так понял На копейское Мне кажется, вот эта копейка Она реально Десять лет назад Она была дешевле Вот, а сейчас это уже... Не, ну, цена покупки Вот, в сравнении с теми временами Конечно же, изменилась Да, десять-пятнадцать лет назад Эти машины на дорогах еще гоняли, да? Сейчас уже все Сейчас уже шершеньки так И то иногда встречаются Но тоже маловато А так... Было же грустное время Когда у дедушек У всяких с гаражей Забирали там за бесценных За пять, там, за десять Да, 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 да Живые еще машины И разбивали их там Пацанят Какие-то молодые ребята Лет пятнадцать, да Было назад А сейчас Это уже... История Да, это уже Семьдесят тысяч рублей Это уже не пять тысяч И не пятнадцать даже Это семьдесят тысяч рублей За которые Я не знаю Можно и на марку, наверное, купить, да? Какую-нибудь королку сотую там С мелкие Что-нибудь там с запретами заезд Печурочка греет В наши холодные Летние вечера Не помешает это Ну что, прокатились на дачке Ну, обычная машина Едет, как бы, все нормально Тепло, хорошо, мягко достаточно Подголовников нет Но это даже и незаметно В принципе, я даже Здесь комфортно не чувствую ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова